Так, ну, здравствуйте. Давайте начнем наш сегодняшний вебинар. Вести его буду я. Зовут меня Андрей Лебнев. Я консультант-аналитик компании Colorline. Значит, сегодняшний наш вебинар будет посвящен на работе с системой управления товарными запасами в 1SRP КАУТ. Значит, построена она совершенно одинаково, разница только в доступных способах обеспечения. Все остальное, в общем-то, одно и то же. Так, работать мы с вами будем в базе 258-221. Конфигурация 1SRP 258-221. Значит, тематика, о которой мы с вами будем разговаривать, она мной разделена на две части. Значит, сегодня мы с вами поговорим об общих принципах, а следующее приращение, следующая встреча у нас будет посвящена реализации основных систем управления товарными запасами в данной системе. То есть, то, что вы там в учебниках по товарным запасам можете прочитать, как это сделать здесь. Вот. Но сейчас давайте с вами разберемся с основными принципами. Если по ходу действия у вас будут какие-то вопросы, вы их задавайте, пожалуйста. Я в чат буду периодически заглядывать и смотреть, что вы там пишете. Итак, значит, система управления товарными запасами в данных конфигурациях, она отталкивается от двух вещей. Значит, во-первых, у нас эта система может работать на обеспечение возникшей потребности. И, во-вторых, у нас эта система может работать на пополнение товарных запасов. Как это устроено? Давайте начнем с потребностей. Ну, на самом деле, если мы с вами говорим о потребностях, здесь все достаточно просто. В системе существует достаточно много документов, которые могут зафиксировать возникновение потребности. Ну, просто в качестве примера, это заказ клиента, это заказ на перемещение, это заказ на сборку-разборку, это этап производства, это заказ на внутреннее потребление. В общем, все перечислять можно достаточно долго. Значит, для того, чтобы мы могли зафиксировать потребность в любом документе, который может зафиксировать потребность, есть одна отличительная черта. Давайте я что-нибудь заполню. Значит, укажу, что у нас будет... Ну, давайте я поставлю основное соглашение. Орион, и поставлю склад, который я специально создал именно для данного вебинара, склад управления запасами. Здесь я выберу товар 001. И вот здесь вы видите... Вот это самая отличительная черта. Действие. Вот везде, где вы видите эту колонку действия, все вот такие документы, в которых такая колонка есть, все такие документы являются документами, фиксирующими потребность. Если я сейчас вот этот документ проведу, ну, естественно, тут мне надо его чуть-чуть дозаполнить. Указываю количество, ну, скажем, 10 штук. На складе сейчас ничего нет. В этой конфигурации это демонстрируется. Покажу какую-нибудь цену для отгрузки. Ну, и на самом деле это все. Я могу провести документ. И он потребность зафиксирует. Так. Значит, пожалуйста, если вы хотите задать вопрос, задавайте, либо приглушите микрофон, у нас все это на записи идет. Значит, поехали. Итак, у нас документ «Заказ клиента 001» проведен. Он сформировал потребность. И на самом деле мы эту потребность можем с вами даже посмотреть. В разных разделах есть вот эта вот обработка, состояние обеспечения заказа. Я поставлю соответствующий склад управления запасами. И мы видим, что у меня потребность 10 штук зафиксирована. Как именно мы можем зафиксировать эту потребность? На самом деле, для того, чтобы программа знала, как именно эту потребность закрывать, нам нужно указать способ обеспечения. Способ обеспечения пока для данного товара не задан. Ну, и давайте мы с вами его создадим. Создает способ обеспечения в разделе «Склад и доставка». Посмотрим «Настройки и справочники». Вот у нас есть способ обеспечения потребностей. Так, ну, какие-то тут уже есть. Давайте мы с вами зададим новый способ. Обратите внимание, я вам сказал, что разные документы могут фиксировать потребность. А вот закрыть потребность можно всего пятью способами. Закупить, перевестить с другого склада, собрать, разобрать. Ну, это как складская операция. Произвести и произвести через аутсорсинг. Передать переработчику. Мы не будем усложнять ситуацию. У нас способ будет покупка. Я так и назову этот способ. Закупка у основного поставщика. И укажу, что здесь у нас используется именно основной поставщик. Хотя, привязка к одному поставщику – это совершенно необязательная вещь. Украшем срок, в течение которого будет осуществлена покупка. Срок – три дня. Причем, обратите, пожалуйста, внимание. Значит, у нас сразу, как только я указал три дня, у нас сразу заполнился гарантированный срок обеспечения. Значит, я его увеличу. Он может быть больше срока покупки, но меньше быть не может. Зачем он нужен? На самом деле, вот этот вот срок – это срок, через который у нас на складе образуется соответствующий товарный запас. Когда придет. А вот это – когда можно отгрузить. То есть, этот срок мы учитываем в расчетах, а этот срок – это тот срок, который мы назовем нашему клиенту. Понятно, что если у нас плановая дата прихода, например, сегодня 26 число, мы не можем клиенту говорить, что мы тебе 26 готовы отгрузить. Потому что 26 – это понятие растяжимое. Нам, например, пообещали 26, придет машина с доставкой вот этого закупленного товара, без 16, это будет действительно 26, но отгрузить мы уже можем ничего не успеть. Поэтому вот такой вот зазорчик тут имеет смысл закладывать. И существует еще вот эта вот настройка «Обеспечиваемый период». Давайте я, наверное, задам 15 дней. 15 дней. Что это такое, я сейчас вам тоже покажу. Значит, вот этот переключатель мы сейчас с вами не будем задействовать. Значит, он влияет на расчеты вот этих вот показателей. Срок покупки «Обеспечиваемый период» просто считается он немножечко по-другому, этот срок. И закладка «Обесоформление заказа» – оно, в общем-то, нужно для того, чтобы автоматически заполнить документ, когда он будет создаваться. Давайте я здесь укажу «Орион», я здесь укажу какое-то подразделение, скажем, вот это вот и возьму. Подразделение «Вебинар», соглашение «Вид цены» указывать не буду. В принципе, способ обеспечения потребностей мы с вами задали. Чтобы упростить себе дальнейшую работу, мы можем создать помимо способа обеспечения еще и схемы обеспечения. Схема обеспечения, ну, давайте я использую уже ту, которая есть. У меня есть схема обеспечения основная. Она собирает все существующие способы для того, чтобы мы одной настройкой способ обеспечения для всех складов задали. Ну, у нас склад управления запасами. Так, давайте я его найду. На все остальные пока внимания не обращаем. Склад управления запасами. И я здесь заполню способ обеспечения. Так, закупку основного поставщика. Сразу хочу сказать, это довольно распространенный вопрос. Это довольно распространенный вопрос. Можно ли как-то настроить систему так, чтобы она закупала один и тот же товар у разных поставщиков? Нет, такой возможности нет. Система построена так, что автоматику она обеспечивает. Только в том случае, если к каждому складу, для каждой номенклатуры привязан конкретный способ обеспечения. Способы обеспечения мы задаем, ну, в данном случае, поставщика. Соответственно, когда есть потребность по данному способу, у нас формируется заказ поставщику. Да, мы можем сделать так, чтобы не указывался конкретный поставщик. Я только что показывал вам эту настройку. Но это будет означать только то, что мы уже при оформлении заказов поставщику вручную должны будем с вами заполнить этого самого поставщика. То есть поставщик будет неопределен. Вот так можно сделать. А сделать так, чтобы было два поставщика для одного склада, нельзя. Так, значит, мы с вами создали схему обеспечения. Давайте я взгляну на то, что вы спрашивали. Так, вопрос. Потребность грузим вручную путем заведения заказов. Если перечень с 10 тысяч строк, можно загрузить автоматически в разрезе клиентов. Ну, вам все равно придется создавать заказы. Другое дело, что вы как-то можете автоматизировать создание этих заказов. В том числе вы можете копипастом в заказе заполнять табличную часть. Способ обеспечения аналогично заполняет руками. Система может сама анализировать остатки на складах под потребление или перемещение других складов. При отсутствии остатков передавать закупку, привязав поставщика и нормативы к нему. Да, совершенно верно. Это будет работать. Вот смотрите, мы сейчас чуть дальше к этому подойдем. Но я уже сейчас могу вам сказать, что когда я вам показывал способ обеспечения, я вам показал, что существует такой способ обеспечения, как перемещение. И если мы с вами пойдем в заказы на перемещение, мы обнаружим, что вот этот вот заказ на перемещение может быть создан с помощью обработки по потребностям. Вот возможность создания с помощью обработки по потребностям – это признак того, что этот документ будет какую-то потребность на определенном складе закрывать. Но если мы откроем с вами заказ, или создадим, например, его, то мы что с вами здесь увидим? Мы здесь увидим колонку действия. То есть получается, что заказ на перемещение, он закрывает одну потребность, но создает другую. И если мы с вами создадим заказ на перемещение с одного склада на другой, вот на одном складе он потребность создаст, а на другом закроет. А созданная потребность, она в свою очередь может быть использована, информация о той потребности, которая возникла, она может быть использована для того, чтобы сформировать какой-то другой заказ. Ну, например, у нас как может быть? У нас может быть склад-магазин, да, и есть какой-то центральный склад. С центрального склада возникла потребность на складе магазина. Значит, эту потребность мы закрываем перемещением с центрального склада. На центральном складе тоже создается потребность, и она уже будет закрываться закупкой на центральный склад. То есть, вот такая цепочка, да, она будет работать. Так, ответил? Ну вот, по сути дела, да, это и есть консолидация. Значит, сразу хочу сказать, в программе, в принципе, существует и более сложная схема, когда программа без формирования вот этого перемещения смотрит потребности магазинов и сразу их закрывает с заказом на центральный склад. Ну, это как бы отдельная уже история. Так, мы к этому с вами, к способам обеспечения мы с вами еще будем возвращаться. Так, значит, давайте вернемся. Теперь у нас есть способ обеспечения. Есть, вот он, давайте я еще раз вам его покажу. Есть способ обеспечения. У нас есть схема обеспечения. И эту схему я сейчас присвою товару, с которым мы будем работать. Я иду в номенклатуру, открываю товар 001, и вот здесь у него есть схема обеспечения. Сейчас она не указана. И я укажу схему. Ну, схема обеспечения основная. Давайте я попробую переформировать вот этот способ обеспечения. Но что-то он не воспринимает пока изменения. Давайте лучше заново открою. Состояние обеспечения. Так. Есть. Вот. Ну, вот смотрите. Теперь прогрузился. Прогрузился способ обеспечения. И теперь мы уже видим предполагаемую дату поступления. То есть, программа считает, ну, она оценила вот эту вот ситуацию. Она считает, что поступление у нас будет 01.02. Ну, если мы посмотрим с вами, то в принципе, да, раз, два, три рабочих дня, на четвертый это будет доступно. И обратите внимание, как только у нас, вот я ввел все необходимые НС-ы, у меня здесь еще появилось указание, когда это возможно. 01.02.23. Так. Значит, теперь давайте посмотрим, как у нас сформируется вот этот вот заказ на поступление. Для того, чтобы он у нас сформировался, мы пойдем с вами в закупки заказа поставщикам. И создадим новый заказ поставщикам по потребностям. Давайте посмотрим, как устроена эта обработка. Значит, на первой странице обработки мы с вами можем указать какие-то ограничения. Ну, в частности, я укажу склад, но мы можем и другие какие-то вещи здесь ограничить. Например, мы можем создать какой-то сегмент номенклатуры по конкретному поставщику и анализировать только его. Так, значит, переходим далее. Значит, здесь на второй странице мы видим, что у нас есть какая-то потребность. С датой поставьте 31.01. Далее. Обратите внимание, пожалуйста, я сейчас назад откручу. Мы на втором шаге. Сейчас я нажму далее. Мы перепрыгнем на четвертый. Мы пропустили третий шаг. Ну, сейчас мы по третьему шагу тоже с вами поговорим. Значит, четвертый шаг – это как раз анализ запасов, которые у нас есть. Четыре. У нас заказ клиента 001. Номенклатура характеристика. Понятно, требуется 10 штук. К заказу 10. Закупку основного поставщика. Дата поставьте 31.01. Управление. Указывается склад и, соответственно, обеспечено. Значит, что такое обеспечено? Для чего оно здесь стоит? Это учет того товарного запаса, который у нас уже есть на складе. Значит, чтобы продемонстрировать вам, как это работает, давайте сделаем следующее. Так, вопрос пока возникли какие-то. Так. Значит, давайте сделаем следующее. Я сейчас в номенклатуре заполню способ обеспечения для оставшихся трех товаров. Здесь я использую пакетные изменения. Изменить выделенное. И сейчас найду схему обеспечения. И установлю для всех трех вот эту схему обеспечения. Установилось. И второе, что я сделаю, я вот в этот заказ добавлю товар, который сейчас уже на этом складе есть, в силу того, что я как-то готовился к вебинару. Товар 004. И я поставлю здесь две штуки. Обратите внимание, мне система подсказывает. Десять штук на складе есть. Проведем. Так, не заполнена колонка. Цена. Проведем. И снова прокрутим обработку по потребностям. Второй шаг и сразу же четвертый. Значит, смотрите, что предлагает нам система. Система нам предлагает закупить десять штук. Две штуки, она показывает вам потребность, но закупать ее она не предлагает. Почему? Эта потребность обеспечена. Она уже есть на складе. Поэтому закупать тут ничего не надо. Ну, конечно, мы можем взять и вмешаться в ситуацию, эту галочку поставить. Но по умолчанию система делать это не предлагает. Что у нас будет дальше? Дальше я нажму далее. Мне покажут и того, что мы будем закупать. И сформируем заказ. Заказ сформирован, но он не проведен. Напоминаю, что мы ценовую информацию не выводили. Если бы мы там в способе обеспечения задали соглашение, задали вид цены, ну, тогда да. Тогда бы это все работало. Ну, сейчас у нас заполнился поставщик, у нас заполнился товар, но цену здесь надо проставить. Вот, в принципе, так работает цепочка. Значит, усложним ситуацию. Откатимся назад. И что я сейчас делаю? Я сделаю путем копирования следующее. Я создам еще один заказ. Ну, он будет отличаться чем? Я в этом заказе укажу предполагаемую дату отгрузки. Дата отгрузки у меня будет, ну, скажем, 6 февраля. И так, провести и закрыть. И я создам еще один заказ клиента. Он будет точно таким же, но дату я здесь поставлю. Ну, давайте, 28 февраля. Вот так он будет. И давайте теперь посмотрим, как будет вести себя эта обработка. Она показывает нам все потребности, которые есть. Ну, товар 004, вы помните, это мы с вами разобрали. Она показывает нам потребность по второму и по третьему заказу. Но рассматривает она эти потребности немного иначе. Вот по этому заказу она предлагает закупить 10 штук. А вот по этому заказу нет. Почему так происходит? Здесь вы видите, что ничего не поменялось. Даты поставки, да, они разные. И дело именно в датах поставки. Дело в том, что если мы посмотрим с вами способ обеспечения, то, напоминаю, у нас существует такое понятие, как обеспечиваемый период. Мы с вами закупаем, но закупаем на 15 дней вперед. И если у нас есть какая-то потребность, которая за этим пределом, то есть через 16, через 17 дней надо отгружать, вот эту потребность программа не рассматривает как подлежащую удовлетворению. Она считает, что вот эта вот потребность, которая через 15 дней, она будет удовлетворена позже. Мы на нее сделаем отдельный заказ, чтобы не создавать на складе какие-то завалы ТМЦ, которые в ближайшее время нам совершенно не нужны. Так, значит, вот это то, что касается манипуляции потребностей. Так, давайте посмотрю, накопились ли вопросы. Ну, смотрите, способ обеспечения задается для каждой номенклатуры, для каждого склада. Если вы хотите, чтобы у вас формировались заказы поставщику автоматом, да, лучше способ обеспечения привязывать к конкретному поставщику. Но, еще раз повторюсь, бывают ситуации, когда вот такую жесткую привязку нельзя делать. Когда у вас несколько поставщиков, тогда надо делать вот такой обобщенный способ, а дальше уже думать, как именно вы эту потребность будете закрывать. Какому поставщику. Так, хорошо. Значит, вот это вот посмотрели. Теперь, следующее задание. А, так, еще вопрос. Не совсем правильная терминология. Заказ, он и так стоит к обеспечению. Заказ должен стоять к обеспечению. Но система сама примет его к сведению, примет его в расчет. То есть, если мы, скажем, дней через 10-15 снова прокрутим эту обработку, программа нам скажет, ага, вот, все, вот это вот теперь нам надо уже закрывать. Вот, давайте закупим товар для вот этой потребности. Ну, так вообще хорошо работает. В том случае, если у вас идет периодическая закупка. Вот, то есть, потребность, она зафиксирована заказом, она так и будет. Как с ней работать, это уже второй вопрос. Нет, теряться ничего не будет. Так, значит, а теперь усложним ситуацию каким образом. Мы с вами сейчас реализовывали чисто тянущий подход. Вот, есть заказ клиента, есть потребность клиента. Мы для клиента что-то вытянули. Чисто тянущий подход. Но, бывают ситуации, когда мы по тем или иным причинам создаем на складе товарный запас. И программа должна следить за тем, чтобы этот товарный запас поддерживался на должном уровне. Как это работает? Давайте с вами позакрываем все. Так, это тоже пока. Значит, откроем склад, с которым мы работали. И обратим внимание вот на этот пункт. Настройка поддержания запасов. Вот здесь мы как раз и будем с вами задавать нормативы товарных запасов. Как это делается? Мы добавляем товар. Добавили. И для товара мы задаем с вами, ну, раньше это называлось, метод поддержания запасов. В системе существует три метода поддержания запасов. Это метод MinMax, метод расчет по норме и метод расчет по статистике. Как это работает? На самом деле работают вот эти вот три метода абсолютно одинаково. Программа фиксирует падение уровня товарного запаса ниже некоторого значения. И если она зафиксировала это падение, она пополняет товарный запас до максимума. В принципе, везде это работает именно так. Вопрос разницы между вот этими пунктами только в том, как считается минимум и максимум. Значит, если у нас метод обеспечения MinMax, то мы с вами должны минимум и максимум задать явным образом. Предположим, минимум 50, максимум 200. Как в этом случае поведет себя система? Так, заказы поставщикам. Создать по потребностям. Поехали. Далее. Шаг 2. Заметьте. Переходим. И вот у нас появляется сейчас шаг 3. Шаг 3. Значит, вот здесь мы видим предложение системы. Что нам надо сделать? Система предлагает нам закупить 200 штук этого товара. Почему? У нас остаток нулевой. Обратите внимание, что система, она еще здесь цветовую индикацию дает. Вот для некоторых случаев. Дело в том, что мы еще можем классифицировать текущие уровни товарного запаса. Сейчас у нас отображаются все. Но, значит, система дает нам следующую классификацию. И при просмотре, ну, когда у нас много товаров сюда попадает, ну, вот этот фильтр может быть удобен. Значит, система считает критическим запасом ситуацию, когда запас ниже минимума. Близости к критическому от 1 до 2 минимумов. Меньше половины, 2 минимума, от 2 минимумов до полумаксимума. Больше половины, больше полумаксимума. Ну, избыток это больше максимума. И к отмене заказа здесь соответствующий вот такой вот расчет идет. Вот. Ну, сейчас мы фильтр ставить не будем. Минимум 50, максимум 200. Заказов к поступлению нет. Программа это тоже учтет. Вот. Есть дата поставки. Ну, и еще один момент. Здесь программа может, если вы нажмете на кнопку рекомендации, программа может пояснить вам, почему она решила посчитать именно столько. Минимум 50, точка заказа достигнута, максимум 200, к поступлению нету, к заказу 200 штук. Как это считается? Ну, вот если там навести, она выведет подсказку. Максимум минус заказа к поступлению. Так. Значит, какой здесь есть еще нюанс? Давайте мы с вами пробежимся дальше. У нас здесь есть еще потребность, но для потребности вот эти вот галочки сброшены. Сброшены они почему? Давайте я откачусь назад. И внесу небольшое изменение в порядок поддержания запасов. Видите, значит, потребности заказов к отгрузке, то есть то, что мы с вами рассматривали до этого, мы обеспечиваем за счет запасов. Мы можем их обеспечивать независимо. Что будет в этом случае? 200 штук, да. И 20 штук плюс к тому, что заказано для пополнения товарного запаса. То есть можно так, можно так. Так работает механизм мин-макс. Теперь давайте с вами посмотрим другой метод. Так, давайте посмотрю вопросы какие-то. Так, вопросов пока нет. Значит, вот этот метод мин-макс я заменю на метод расчет по норме. Что такое расчет по норме? Минимум и максимум будут рассчитаны системой на основании данных способа обеспечения и на основании той нормы, которую я здесь сейчас укажу. Предположим, норма потребления 30 штук в день. И 5 штук я еще укажу как страховой запас. Ну, вот это я отключу. Мы туда не полезем. Сохранили. И давайте еще раз пробежимся по формированию заказов по потребностям. Пролеснули, пролеснули. Смотрите. Заказу 455. Откуда взялась эта величина? Давайте с вами посмотрим рекомендацию. Срок поставки 3 дня. Вспоминайте. Я вот это вам показывал. Способ обеспечения. Закупку основного поставщика. Поставка 3 дня. 30 в день. Соответственно, дают нам 90. Плюс 5 штук страховой запас. Страховой запас умножить на количество рабочих дней склада в сроке поставки. Умножить на среднедневное потребление. Максимальный запас 455. Страховой запас плюс обеспечиваемый период 15. Плюс среднедневное потребление. 15 дней умножить на 30. 450 плюс 5. 455. Значит, почему страховой запас доступен только в варианте расчет по норме? Потому что, если вы работаете с минимумом и максимумом, задаваемым вручную, вам никто не запрещает в минимум включить вот эту величину страхового запаса тоже. Хотя, по идее, конечно, минимальный запас – это запас на время пополнения. Сама страховой запас программа не считает. Ну, тут вопрос, это уже наработку надо делать. Вот. И решать, по какой формуле считать. Потому что этих формул достаточно много. Ну, и еще одну вещь давайте с вами попробуем. Давайте мы с вами попробуем сейчас поставить настройку «Поддержание расчет по статистике». Ну, естественно, для того, чтобы мы рассчитали статистику, нам нужна эта статистика. Поэтому я, так сказать, за рамками вебинара оформил поступление на склад товара 004 и потом оформил, значит, по всей прошлой неделе реализацию этого товара. Да, я создал пять реализаций. И сейчас я попробую сделать что? Я попробую добавить товар. Товар 004. Значит, для этого товара я установлю расчет по статистике. Страховой запас я не буду ставить. И осталось рассчитать статистику. Значит, если мы нажмем на кнопку «Еще», вы увидите, что здесь есть пункт «Настройка расчета статистики потребления». Значит, я поставил период неделя. Хотя, возможно, и другие периоды. И количество периода один. То есть, среднедневное потребление рассчитывается по данным за период одна предыдущая неделя. Вот. Ну, здесь есть другие варианты. Я могу взять прошлый год ту же самую неделю. Или взять сезонные коэффициенты учесть. Вот. Ну, это уже другая история. Значит, настройку я сделал. И теперь здесь же я нажимаю «Рассчитать рекомендации и статистику потребления». Рекомендации рассчитаны. Здесь нам, к сожалению, ничего не отразили. Ну, давайте с вами посмотрим, как это будет выглядеть при формировании заказов. Пробуем. Пробуем. У нас есть остаток 10. Давайте посмотрим рекомендации. Есть остаток 10. Срок поставки тот же самый 3 дня. Обеспеченный период 15 дней. Среднедневное потребление 20 штук. То, что она рассчитала на основании реализации. Страхового запаса нет. Остаток. Минимальный замка 60. Соответственно, точка заказа достигнута. Максимальный запас 20 на 15 – 300. Значит, заказать надо сколько? Заказать надо 300 штук. Все. Вот, в принципе, то, что у нас сформировалось по статистике. Сразу хочу предупредить. Система довольно причудливо эту статистику считает. Надо проверять, что она там насчитала. В частности, система требует, чтобы на начало периода обязательно были остатки на складе. Иначе она фиксирует как дефицит. И данные по продажам за дефицитный период выкидывает из расчета. Вот здесь есть определенные сложности. Но, в принципе, это вполне себе работает. Так. Ну, вот, в принципе, та механика, которая есть. Единственное, пожалуй, что еще я хотел вам сказать. Обратите внимание, что вот эти показатели – минимальный запас, максимальный запас – они как бы существуют не сами по себе. И они могут быть использованы в каких-то других подсистемах. В частности, это подсистема планирования. И если вы здесь посмотрите, да, источники данных, вы увидите, что в число типовых источников у нас есть такой источник, как товарные ограничения. Вот товарные ограничения – это как раз и есть доступ к минимуму и максимуму. Если мы с вами залезем сюда, то вы увидите, что здесь мы можем выбрать, какой именно показатель мы будем использовать при расчете соответствующего плана. Он может там выступать в качестве вот такого операнта. Так. Ну, вот то, что я хотел вам рассказать. Какие вопросы у вас появились? Только на основании продаж. Насколько я понимаю, там любое движение рассчитывается. 290, значит, Лилия, вот смотрите, логика минимального запаса, она в чем состоит? Это запас на время поставки. То есть предполагается, что когда эти 300 приедут, эти 10 мы уже куда-то израсходуем. Поэтому превышения не будет. Да. Обеспечение производства полуфабрикатами – нет, это отдельная тема, на самом деле. Я делал уже по полуфабрикатам соответствующий вебинар. То есть он там должен быть в канале. Но, в принципе, если есть такая потребность, мы можем к этой теме вернуться. Лилия, мы срок доставки-то и закладываем. Мы его закладываем, когда задаем вот эти два параметра. Срок доставки и максимальный и дату обеспечения. То есть это туда и закладывается. Нет. Значит, в данном случае, в данном случае, форс-мажор и так далее – это страховой. Страховой запас – это запас, который создается на случай непрогнозированного колебания спроса, либо на случай сбоя поставки. Под минимумом в 1СРП предполагается то, что… Как это правильно называется? В общем, запас на срок пополнения. Запас на срок пополнения. Я показывал в самом начале. Ну, давайте я еще раз покажу. Значит, в заказе клиента вы видите… Вот это – возможная дата отгрузки. Ну, да. Да, для человека, который управляет товарным запасом – это разумный, конечно, подход KPI. Документ привязки, да, заказ поставщика. Значит, давайте так. Я учту вот этот вот ваш вопрос и постараюсь в начале следующего вебинара, когда мы будем рассматривать настройки, я постараюсь это показать. Ну, вот. Так, ну, если вопросов нет, у нас уже как бы время поджимает. Давайте сейчас мы чат в любом случае зафиксируем. Марин, да, вы сделаете купюр. И следите тогда за анонсами. Вебинар я такой сделаю обязательно. Так, спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!